Привет, меня зовут Вячеслав Бульнков и в этом выпуске я поделюсь топ-десяткой самых богатых ютуберов России на 2016 год. Подписывайтесь на канал Ивана Махаева, сейчас там проходит конкурс, в котором вы сможете выиграть профессиональную настройку Яндекс.Директа и Google AdWords стоимостью 20 тысяч рублей. Всем, кто интересуется привлечением трафика и увеличением продаж, рекомендую подписаться на канал по нотации на экране или ссылке в описании и участвовать в конкурсе «Приз того стоит». Сегодня я расскажу приблизительно ежемесячный доход ютуберов, а точнее за апрель 2016 года топ-десятки самых богатых. Думаю, таких обновленных расчетов еще нет. Данный топ был сделан на основе сайта Вотстат и опираясь на свой опыт и канал, цифры реально приближены к реальности. Если в топе вы не найдете канал своего любимого ютубера, значит количество просмотров его меньше, чем у десятки, о которой пойдет речь. А перед началом напишите свое мнение, какой блогер самый недооцененный и контент которого заслуживает большего внимания. Ну а мы начинаем наш топ. Десятое место занимает Diller on Play. Канал посвящен прохождению игр, таких как Minecraft, War Thunder, Panzar и другие. Об этом парне мало кто говорит и как-то проходят мимо. Но его ролики набирают по 800 тысяч просмотров. На канале 1 миллион 800 тысяч подписчиков, а заработок составляет около 831 тысяч рублей в месяц. А на девятом месте находится украинский журналист Анатолий Шарий. Толя делает по 3-5 выпусков в день на самые горячие темы мировой политики. Разоблачает СМИ и делится своим мнением со зрителями. Как сам он рассказывает, в него стреляли, его ловили, арестовывали, а также он находится в розыске. И пока он на свободе, на его канале собралось уже 747 тысяч подписчиков. А заработок составляет около 871 тысяч рублей в месяц. На восьмом месте Купленов Плей. Ютубер, снимающий летсплеи, а началось все два года назад с игры Portal 2. Еще тогда он делал одно-два видео в день, но снимал без веб-камеры. Когда на канале отметка подписчиков перешла 100 тысяч, он показал свое лицо и стал пилить по 3-5 видео в день на прохождение различных игр. Сейчас на канале Купленова 1 миллион 900 тысяч подписчиков, а заработок составляет около 891 тысячи рублей в месяц. На седьмом месте ТОП-5 да и 5. В самом начале на этом канале были две рублики. ТОП-5, где по результатам зрительского голосования предлагаются различные темы. И по факту. Где рассказываются 10 интересных фактов о различных вещах, событиях и явлениях. Сейчас же контент стал довольно разнообразный. Появились рублики «Правда или ложь», «Реакция родителей», «Один на один», а также «Плюсы и минусы». Канал насчитывает 2 миллиона 935 тысяч подписчиков, а заработок Ликкея составляет около 993 тысяч рублей в месяц. На шестом месте канал Хиппи Таун Лесплейщик. Надеюсь, правильно сказал. Лесплейщик по прохождению Майнкрафта, который представляется как мистик. И собрал на канале 2 миллиона 310 тысяч подписчиков. Реальное имя и фамилия мистика Ярослав Косухин, заработок которого составляет около 1 миллиона 69 тысяч рублей в месяц. Пятое место занимает Фрост. Этого ютубера зовут Юра. Раньше он очень любил Майнкрафт и решил залить видео, которое сразу понравилось зрителям. Его главной изюминкой было не просто прохождение Майнкрафта, а моды к нему, что до него почти никто не делал. Со временем он стал снимать кроме Майнкрафта разнообразные смешные игры. Канал стал очень быстро расти и Юра решил попробовать себя во влогах, что очень оценили зрители. На канале Фросто 4 миллиона 863 тысячи подписчиков, а заработок составляет около 1 миллиона 567 тысяч рублей в месяц. На четвертом месте восходящая звезда. Человек, который набирает по 20-30 тысяч подписчиков в день. Сливки шоу. Юрий Янев занимается съемкой видеоблогов, где он проводит различные интересные эксперименты и показывает лайфхаки, которые упрощают нашу жизнь. В своем первом видео он рассказывает, как положительно котики влияют на жизнь человека. Так и началась звездная карьера кота Юры Куки. Настоящий фурор вызвало видео, что будет, если поджечь 10 тысяч бенганских огней. Этот ролик буквально взорвал интернет по всему миру. На канале 4 миллиона 334 тысячи подписчиков, а заработок кота Куки составляет около 1 миллиона 627 тысяч рублей в месяц. На третьем месте канал The Brain Deed. На своем канале Олег выкладывает прохождение обзора различных компьютерных игр и причем по 3-5 роликов в день, которые набирают по 200 тысяч просмотров. Отличительной особенностью являются его шутки и голос, которые приятно слушать. Взрывным толчком развития канала Олега стали обзоры на GTA 5 на ПК, которые набрали более 10 миллионов просмотров. Также Олег Брейн является одним из самых скрытых популярных лосплейщиков, и его фанаты строят свои догадки по возрасту и реальной фамилии Кумира. На канале Брейна 4 миллиона 100 тысяч подписчиков, а заработок составляет около 1 миллиона 686 тысяч рублей в месяц. И близится развязка. Кто бы мог подумать год назад, что на втором месте по заработку будет Иван Рудской или Ивангай. Ваня ведет активный образ жизни, снимает на камеру свои приключения, монтирует их, создавая интересные и смешные ролики. Ваня родился в небольшом украинском селе, в самой обычной семье. Узнав про ютуб, Ваня снял пару видео и песню задрота с клипом на него. Спустя пару дней про него узнала вся гимназия, которые постоянно напевали мелодию песни. Карьера Ивангая началась в марте 2013 года, когда он загружает первое видео на свой канал, другой взгляд на Майнкрафт. Прохождение игр со смешными шутками на камеру были чем-то новым на ру ютубе. Такого не видели, поэтому канал Ивангая стал стремительно расти, собирая миллионы подписчиков за рекордно короткие сроки. Секрет успеха роликов Ивангая в том, что он может превратить даже самое скучное видео в смешное и веселое шоу. На канале Ване 7 миллионов 307 тысяч подписчиков, а заработок составляет около 1 миллиона 749 тысяч рублей в месяц. Ну и кто же на первом месте? Да, вы наверное догадались, мистер Макс и мисс Кэти. Да даже если раздельно их вставлять, то они рвут все рекорды русского ютуба. 183 миллиона просмотров у мальчика в месяц и 230 миллионов просмотров у сестренки. У меня нет слов. Идея заключается в том, что дети открывают игрушки на камеру, а отец снимает их реакцию и то, как они играют, помогая им понять сложные механизмы и предназначение игрушек. Аудитория таких каналов такие же дети, сам лично знаю таких же маленьких детей у знакомых, которые смотрят эти обзоры. И для них это альтернатива мультикам и, видимо, хорошая. Канал Мистер Макс насчитывает 1 миллион 626 тысяч подписчиков, а канал Мисс Кэти 1 миллион 764 тысяч подписчиков. Суммарный заработок с канала составляет около 9 миллионов 414 тысяч рублей в месяц, которые уходят папочке в карман. А на сегодня все. Данный топ был составлен при курсе 66 рублей за доллар. Если хотите подобный топ самых богатых, но с инстаграм звездами, давайте наберем 150 лайков и тогда выйдет этот выпуск. Подписывайся на канал, чтобы получать новые вдохновляющие полезные выпуски и стать успешным как в ютубе, так и в бизнесе. Также подписывайся на павлик вконтакте, мой инстаграм, твиттер, перископ, фейсбук и добавляйся в друзья вконтакте. Добавлю всех, все в описании. А это был Вичлав Булинков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok